Современная иконопись в украинской православной традиции. Творчество, в котором нужно соблюдать бесчисленные правила и каноны. Украинский иконописец, сделающий всё для популяризации этого непростого искусства. Юэ Ти Ви побывала в тихой мастерской, где рождаются священные образы для храмов и частных коллекций. Мастер-дела Почему символом христианства стала рыба? Многие думают, что так сложилось под влиянием апостолов-рыбаков. Другие вспомнят, что согласно Новому Завету, Иисус Христос чудесным образом накормил пять тысяч человек пятью хлебами и двумя рыбами. Есть ещё одна причина. В греческом языке первые буквы слова «рыба» — «ихтис» — складываются в окрастих «Иисус Христос, Божий Сын Спаситель». Но какой бы ни была версия, важно другое. Рыба для ранних христиан стала как бы символом узнавания своих. Новая религия сначала существовала подпольно, и любые незашифрованные надписи или изображения вызывали бы проблемы с римскими властями. В катакомбах, где проходили первое богослужение, археологи находят рисунки как рыб, так и якорей, лодок, виноградных лоз. Всё это для знающих людей того времени было наполнено тайной символикой. Византийский император Константин Великий сделал христианство официальной религией, а для этого оно должно было стать доступным многим, и зашифрованные символы больше не годились. Несколько церковных вселенских соборов разработали и закрепили каноны иконописи, которые дошли до наших дней. И если в западном христианстве католицизме принято воздвигать статуи святых, то в восточном православии, как и тысячу лет назад, верующие молятся перед иконами. Но как на самом деле создаются эти образы, многие христиане не догадываются или не задумываются. Один украинский художник пытается изменить такое положение дел. Я пишу современные иконы в византийском стиле и обучаю этому искусству других. Официально Владимир Костюк – председатель Национального союза иконописцев Украины. Но фактически художник-энтузиаст, который всячески пытается увлечь этим искусством других. Он основал собственную школу, где с нуля обучают людей даже без художественного образования и необязательно воцерковленных. Многие люди не знают, что есть возможность научиться писать икону. Что это разрешается, потому что люди думают, что только монахи пишут иконы. То есть простые люди не пишут иконы, нельзя им. Как сам Владимир Костюк променял милицейские погоны на кисти и краски? Какие технологии и ритуалы нужно соблюсти, чтобы написать действительно хорошую икону? И почему важен даже цвет складок на одежде святого? Далее в программе «Все о современной иконописи в Украине». Иконы и вообще какие-либо воспроизведенные образы Иисуса Христа не всегда считались допустимыми. Во время расцвета иконописи в Византии в VIII веке появилось мощное движение иконоборцев – христиан, которые наставили на том, что изображение Сына Божьего и святых – идолопоклонничество согласно десяти заповедям. Дошло даже до того, что иконы выбрасывали из храмов, однако в итоге победила церковная точка зрения. Изображение Спасителя – то же самое, что его слова, записанные в Библии буквами, то есть способ передать суть веры и облегчить восприятие, а вовсе не идол. Много позже, в XX веке, православная церковь понесла колоссальный урон от новых иконоборцев – большевиков и начала восстанавливаться только с конца 80-х. Примерно тогда же с христианством познакомился Владимир Костюк. Моя бабушка привила такую любовь к этому, да, я читал с ней Библию, уже к восьмому классу прочитал старый и новый завет, полностью, да, я так изучал. Интересовался изобразительным искусством, ходил в художественную школу детскую, рисовал. Возможно, Владимир начал бы писать иконы уже тогда, но с его мечтой не сложилось. В семье не считали его увлечение рисованием чем-то серьезным. Ну, мой отец офицер милиции, дал мне такой приказ, да, который не обсуждается. Я послушал волю отца, он сказал, что кисточкой семью не прокормишь, пойдешь по моим стопам. Владимир тогда сдался, но ему, мягко говоря, не очень хотелось работать оперативником. Мне наиболее понравился этот почерковеческий экспертиз. И я потом по профессии долгое время работал в Государственном центре судебных экспертиз. Будущий иконописец проверял на предмет подлинности подписи на важных документах. Иногда приходилось работать и с предсмертными записками, ведь по почерку можно судить даже об эмоциональном состоянии человека. Так Владимир дослужился до майора милиции. Но что это в сравнении с творческой самореализацией? Я чувствовал, что я где-то в детстве закопал свой талант. И мне, ну, как-то что-то не по себе было. Чувствовал, что я проживаю не свою жизнь. Один случай заставил его заново открыть в себе художника. Владимира пригласили стать крестным отцом. Ему захотелось подарить крестнику мерную икону, специальный образ, который должен быть размером с самого ребенка. Хотел заказать такую икону иконописцем. Он говорит, мы не успеваем по срокам уже. Я говорю, расскажите тогда вкратце, что там за краски, какие там золото, что делать, куда бежать. Я написал эту икону, насколько там уже хватило мне этого. Пока разобрался с этим, да. Но потом я начал углубленно уже изучать это. Специально для ЮЭТВ Владимир Костюк делится своими знаниями про иконопись, объясняет значения разных деталей на образах и вообще. Как это делается? Главным открытием для Владимира при написании первой иконы стало то, что это совсем не картина. Его сохранившиеся навыки рисования мало что значили без знания символического контекста и правильного настроя на работу. Художник не тождественен иконописцу. Точнически, да, он может сделать хорошую копию иконы. Но святые отцы говорят, что без личной практики духовной иконописца, как христианина, не получится такая икона. Она может быть украшением в храме, но не будет настраивать человека на молитву. Пространства для творчества здесь не так много. Владимир объясняет несколько деталей на примере антикварной иконы Божьей Матери середины 19 века. Например, вот эта ткань называется мафорий Богородицы. Красный цвет в иконописи вообще символизирует кровь, страдания, муки. Это указывает на жертвенность Иисуса Христа. Коричневый цвет в иконописи означает прах, все тленное, проходящее. В этом случае он указывает на земное происхождение Девы Марии. То есть даже складки на одеянии Божьей Матери не могут быть произвольного цвета. Это грубая ошибка с точки зрения многовековых канонов. Таких фиксированных деталей в каждой иконе множество. И на начальном этапе обучения вольности в интерпретации быть не может. Позволить себе легкие вариации способен только настоящий мастер. Далее иконописцу нужно подготовить деревянную основу. Нужен особый такой деревянный щит, клееный, наборная доска с не смолистых пород дерева, которые стягиваются такими шпугами или шпонками их называют. Сейчас делают столеры. Иконописцы просто должны иконописец знать, как правильно сделать доску. Главное требование к основе, чтобы она могла простоять в доме или в храме даже не десятки, а сотни лет. Иконой не считается изображение на хрупком материале. На лицевой стороне доски обязательно вырубают углубление, так называемый ковчег. Поля доски символизирует наш земной мир. Ковчег символизирует тот мир небесный. Рама доски, поля образует как раму, как окно в мир священных изображений. Однако нарушить границу можно и даже нужно. На православных иконах нимб часто вылезает на раму. И это вовсе не значит, что иконописец не рассчитал. Нимб – это символ святости. И эта святость распространяется на тот священный мир и на наш земной. Потому пишут нимб, заходя на поля. А еще священное пространство внутри ковчега нужно как следует процарапать шилом. Для хорошего сцепления с куском плотной льняной ткани, которая прикрепляется сверху горячим клеем. Она называется паволока. И благодаря своей структуре помогает уберечь изображение от растрескивания. На паволоку мы готовим специальный грунт. В иконописи он называется левказ. От греческого слова «белый». Готовится он с мела, порошка чистого и клей животного происхождения. В состав грунта по традиции входит также льняное масло и мед. Перед нанесением красок нужно наложить 15 слоев левказа с последующей просушкой. Весь процесс занимает где-то две недели. К этому времени у иконописца уже должны быть готовы краски. Только натуральная темпера в виде порошка. Это глина, песок, земля разных цветов. Потом этот порошок высыпают на поверхность. Может быть каменная плита или стекло матовое. И добавляют воды. На икону не должны попасть крупные частицы, которые испортят чистоту цвета. Специальный инструмент, курант, позволяет как следует растереть растворенный пигмент. Чуть-чуть вы слышите звук такой, типа песка какого-то по стеклу. Эта краска не сильно много там, да, песка в ней. Вот, растираем до того момента, как пропадает звук песка. Эти пигменты не выцветают, не выгорают. Они будут держать этот цвет много сотен лет. Все древние иконы написаны такими красками. Затем иконописец собирает краску в баночку. Но если ее сразу нанести на холст, то при высыхании она снова превратится в порошок и осыплется. Для закрепления еще тысячи лет назад придумали натуральную эмульсию. Есть разные способы, рецепты ее приготовления этой эмульсии. Мы готовим с желтка куриного и белого сухого вина. Краска имеет более такой жирноватый вид. И когда высыкает, консервируется, так далее, то есть не осыпается. Таким образом, у цветных символов в египетских гробницах и православных икон один и тот же секрет долговечности. Наконец, можно приступать, собственно, к написанию образа. Он начинается с прорисовки одежды и фона в эскизе и затем в красках. Первая стадия – это подложка. То есть прокрывается вся поверхность левкаса такой охрой прозрачной, чтобы все цвета обобщались между собой. Потом делается раскрытие или роскраш иконы. Это закладываются основные цвета фона, ткани, например, красный плащ какой-то. Все это в соответствии с символикой из канонов. Постепенно одежда обретает складки и мелкую детализацию. При этом иконописец должен создать эффект яркого божественного света, который ложится на весь образ. Вы, если видели, в иконах не плавный какой-то на ткани свет, а в виде разных треугольников, рубленных светловых осколков. Вдыхаем жизнь в икону. Только после этого иконописец берется за лик и руки – самые сложные элементы. Икона должна восприниматься как нерукотворный образ, то есть созданный не человеком. И чтобы достичь такого эффекта, приходится нарушать уже каноны обычной живописи. Лик святого начинается не со светлого пятна, а с темного. Как создавался мир от тьмы к свету, так и лик пишется. От тьмы постепенно выявляется свет в этом лике. Сами его черты – глаза, нос, губы, брови – могут показаться примитивными, но на деле это стилизация, на которой нужно набить руку. Выручает то, что лик можно списать в существующие иконы, однако практика все равно необходима. Владимир Костюк, помня свой первый опыт, разработал авторскую методику для новичков. Он стремится показать, что всего несколькими штрихами можно воспроизвести древний образ, а вообще разбить сложную задачу написания иконы на простые шаги. В 21 веке ни у кого нет времени, чтобы много лет учиться иконописи. За 16 уроков человек делает этот первый шаг. Это хорошо, что он делает при этом первый шаг. Он пишет икону, да, это в интенсивном таком режиме, да, получается. Мы анализируем его, как бы, какие-то ошибки на первой иконе. И вторую икону делаем шаг по качеству, по времени на первой иконе, да. И уже человек заинтересовался, уже у него первый результат, у него вдохновение. За несколько лет через школу Владимира Костюка прошло порядка 250 учеников. Он также выпустил онлайн-курс для ряда процессов по созданию икон, и в том числе по золочению. Мастер вовсе не требует, чтобы его ученик был непременно верующим человеком. Имеет значение его не открытость, как сказать, а стремление познать эту истину, да. Он чистый лист, ему нужно помочь в этом, да. И через иконопись он делает свои тоже первые шаги. Начинает писать иконы, начинает задумываться, что он пишет, да, изучает. Вот недавно тоже я был в храме, там, ученик ко мне подходит, говорит, спасибо вам, Владимир. У меня сегодня, у меня было первое причастие, вот, в моей жизни. Я никогда до этого не причащался и пришел через иконопись. Сегодня иконы Владимира Костюка украшают многие храмы, а по его инициативе иконописцы со всей страны собираются на регулярные выставки и встречаются со знаменитыми иностранными мастерами, которые специально приезжают в Украину поделиться бесценным опытом. Это значит, что начавшиеся полторы тысячи лет назад творческий процесс продолжается, несмотря ни на что. Субтитры создавал DimaTorzok